Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я хочу вместе с вами распаковать свой подарок на 14 февраля. Это подарок от моего мужа. И он меня просто спросил, что я хочу. Вот, и в итоге я сама заказала, сама получила вот этот подарок. И это у меня будет парфюмерия с сайта Духи.РФ. Я не сотрудничаю с этой компанией, я уже говорила об этом. Но, вы знаете, я заметила такую историю, мне тоже как-то писали, что нужно говорить, когда я с кем-то сотрудничаю, когда не сотрудничаю и так далее. В общем, что я могу сказать? Я параллельно буду распаковывать, потому что я буквально только-только получила, привез курьер. Как всегда задержали на один день, мне день в день никогда не привозят. Никакая, мне кажется, редко какая служба доставки приезжает ко мне день в день. Так вот, вернемся к сотрудничеству. Мне говорили о том, что я должна предупреждать людей, которые меня смотрят, о том, что, ну, когда я сотрудничаю или когда я не сотрудничаю с компаниями, потому что так, как бы, как бы так вы составляете свое мнение обо мне и не только. Я могу сказать, что, ну, для меня это в какой-то степени даже, наверное, унизительно, потому что я, ну, я считаю, что я не должна доказывать кому-то, что я это купила. Вот, например, сейчас я заказала и получила все это, оплатила наличкой курьеру. Но у меня нет кассового чека. Вот, они мне пришлют кассовый чек на электронную почту. И даже когда я показываю кассовый чек, все равно мне говорят, что это все реклама. Но, как бы, что я могу тут сказать? Я не буду никому ничего доказывать. Я не буду там с пеной рта доказывать, с кем я сотрудничаю, с кем не сотрудничаю. Просто, ну, как бы, здесь вопрос, нравится вам или не нравится. Вот и все. То, как я рассказываю о тех или иных продуктах. В общем, ладно, не будем об этом. Здесь пакетик с сайта Духи Реф. И давайте я начну, наверное, с самого главного. Это с моего подарочка. Очень я хотела этот парфюм. Девочки, я просто спала и видела. У меня, кстати, как-то этот год начался с того, что я решила исполнить все свои желания, все свои какие-то хотелки. И это очень круто. И я заказала, наверное, такой знаменитый парфюм. Ну, по крайней мере, многие о нем когда-нибудь дослышали. Это Atar Collection. И сам парфюм называется Hayati, да? Правильно так, по-моему, произносится Hayati. У меня здесь 100 миллилитров. И это у меня версия не тестер, а именно сама парфюмерная вода. Так, сейчас я посмотрю, есть ли она холодная. У меня сразу... Кстати, здесь я заказала еще один тестер, который мне порекомендовала одна моя подписчица. Хочу попробовать этот аромат. Значит, обошелся... Стоил вот этот 6757. Так, он на сайте стоит 7113, но у меня какая-то там была скидка. Не знаю, акция, наверное, какая-то была. Я, честно, не помню. Но он стоит 6757. И сам тестер на 100 рублей был дешевле. Поэтому я решила, что раз уж это подарок, то я закажу. Здесь, кстати, вот такая вот... Есть наклеечка. Не знаю, что она означает. Давайте вместе с вами распакуем. И попробуем этот аромат. Боже, ну, на самом деле, очень классный. Здесь вот такая коробочка. И вот все, что красное, это бархатное. Я, как всегда, девочки, сейчас чуть не уронила. Вот такая вот у меня красота, которую я тут уже покажу поближе. И, кстати, хотела вас спросить. Мне как-то девушка одна написала, что она заказывает парфюмерию с сайта Вальберес. Я посмотрела, что там... Правильно ли я говорю или нет? Если что, поправьте меня. Вот, что там парфюмерия действительно подешевле. Ну, такая там серия Dolce & Gabbana, то есть люксовая парфюмерия. Вот, но я наткнулась на один отзыв девушке, которая сравнивала как раз-таки парфюмерия Dolce & Gabbana Light Blue. По-моему, вот такой аромат был. И у нее был флакон, который она покупала, ну, где-то в другом месте и заказала на Вальберес. И она там сравнивала эти два флакона. Ну, фотографии было, то есть это были отзывы. И написала, что это подделка. Но там реально было видно, что это подделка. Поэтому напишите, заказываете вы там или нет. И если вы заказываете где-то парфюмерию в каких-то интернет-магазинах, напишите, пожалуйста, в каких. Потому что я знаю только духи РФ. И я знаю, что только там есть... Есть, что там именно настоящая парфюмерия. То есть не подделки. Именно поэтому я там и заказываю. И первый заказ я сделала, наверное, лет... Не знаю, 6 тому назад. И вот периодически что-то оттуда покупаю. И, кстати, Бритни Спирс я познакомилась именно с этого сайта. Ну, это... Он... Он такой... Ну, я даже не знаю. Какой-то, может быть, ягодный. Но он очень красивый. Он раскрывается по-разному. Он такой... Ну, это ягодный такой, наверное, аромат. Ну, это очень такой вкусный, приятный аромат. Мне кажется, ему можно пользоваться и зимой, и весной. Я не знаю, как насчет лета. Но он прям... Говорят, это самый... Один из самых комплиментарных. И, кстати, я где-то читала, что если вы хотите познакомиться с этим парфюмерным домом, то начинать нужно именно с этого аромата. Очень классный. Боже, он мне безумно нравится. Наверное, сейчас будет моя любимка. Хотя Killian Princess я сейчас тоже с огромным удовольствием ношу. Вот. Но это будет новенькая, но всегда самая любимая. Группа ароматов цветочно-фруктовые. Год выпуска 2018. Верхние ноты. Ананас, малина, ягоды. Ноты сердца. Мёд, сливы, чёрная смородина, взбитые сливки. Цветочные ноты. Базовые ноты. Белый мускус, ваниль, мороженое. Ну и давайте дальше с вами попробуем. У меня здесь два тестера. Один, по-моему, от Levante. Вот один мне советовала попробовать девушка. Ну, во-первых, я... Там же можно выбрать бесплатные пробники. И один из бесплатных пробников, это был вот этот аромат Винсе Камута. В прошлом заказе я вам оставлю ссылку, где я в прошлый раз распаковывала, да, новые парфюмы. Там был голубенький такой цветочек. Мне он тоже, кстати, очень нравится. И я подумала его приобрести. И решила, раз уж такая история, я попробую вот этот аромат. Мне, кстати, я как-то была в магазине Revgosh, тестила уже этот аромат. И мне девушка сказала, что здесь груша. Хотя, по-моему, этого не заявлено, но вот она желтенький. Говорила, что груша, возможно, у нее такая ассоциация. Вообще, вот эти ароматы очень приятные. Единственное, что они не сильно стойкие. Ну, то есть полдня где-то держится. Вот с голубеньким таким же цветочком он у меня продержался где-то. Ну, вот я его как-то наносила. В общем, оставила тот тестер пока. Потому что с голубеньким он для меня более летний аромат. Вот этот, наверное, тоже более летний. Мне кажется, что здесь есть какие-то, может быть, цитрусовые или какие-то цветочки. Ну, в общем, приятный аромат. Советую попробовать. Вот эти ароматы представлены в Revgosh. И, по-моему, на духе UREF они подешевле, чем в Revgosh. Надо следить за скидками в магазине Revgosh. Тогда можно по хорошим ценам. Год выпуска аромата 2018. Группа ароматов цветочно-фруктовые. Верхние ноты грейпфрукт, черная смородина, альдегиды. Ноты сердца, мимоза, подсолнечник, фиалка. Базовые ноты гелиотроп, мускус, сандал. Следующий парфюм – это Тестер. Я его, кстати, хотела пойти потестировать тоже в магазин Revgosh. Потому что там представлена эта марка. У меня есть уже один парфюм от… Одна бутылочка, скажем так, от этой марки. Это марка Bayreda. И у меня… Принесла специально показать. У меня вот такой есть от Bayreda. В общем, не буду коверкать, девочки. Вот этот аромат, он очень стойкий. Он нереально стойкий. Его, пока вы не постираете одежду, вы будете благоухать этим ароматом постоянно. Это роза. Такая благородная, садовая, немножко горьковатая роза со специями, с перцем. И ещё с какими-то такими специями. Он такой очень… Я не скажу, что он тёплый. Он не сладкий, но он очень вкусный. Я люблю ароматы розы. И поэтому это мой самый любимый парфюм. Его достаточно одного пшика. Он у меня уже давно. И вот сколько я его использовала. Но он для меня такой по настроению. Потому что сильно в тёплую погоду он не подойдёт. Он больше такой в прохладный вечер, лето подходит. Очень классно. Вот этот, кстати, аромат. Он немножко таким мылом каким-то отдаёт. Такой чистотой. Немножко даже какой-то может быть лимончик. Ну, вкусненькие вот эти ароматы. Обязательно попробуйте. У них ещё бутылочки очень симпатичные. Я думаю, о приобретении какого-то аромата из этой марки. Объектно посмотрю. Ну, в общем, я решила... Я не знаю, как правильно произносится. Там можно было доплатить за этот пробник немножко. 190 рублей, по-моему, стоил этот ливан. Стоил 182 рубля. И называется этот аромат Пулп. Наверное, так, девочки. Наверное, Пулп называется. Сейчас я его хочу попробовать как раз. Говорят, что он тоже нереально вкусный. Я его не тестировала в Ревгоше. И вот решила отливантик заказать. Очень вкусно. Это вот на первый, да, вот такой затест. Это такие ягоды со специями какими-то. Очень приятные, очень вкусные. Правда, вот эти ароматы от Байреда, они не дешёвые. Там что-то в районе 15 тысяч, по-моему. Но они очень стойкие. Вот этот, по крайней мере, у меня реально пока не постираете. Вещи, они будут блоглухать. Если куда-то на платочек пшикнуть, так вообще будет просто красота. Аромат очень приятный. Очень такой... Не знаю, надо поносить. Наверное, в более тёплую погоду. Вообще, ароматы от Байреда очень вкусные. Год выпуска аромата 2008. Группа ароматов фруктовые. Верхние ноты яблоко. Ноты сердца кедр. Базовые ноты пралине. То, что мне советовала одна моя подписчица, это Амуаж. Я как-то пробовала, тоже заказывала вот такие же тестеры на духе РФ Амуаж. И я, видно, какие-то нити выбрала. Они мне не подошли. Вот сейчас хочу попробовать. Может быть, я доросла до такой парфюмерии. Она мне посоветовала почему-то именно вот такой. Хотя я, кстати, слышала, что знакомство с Амуажем и надо начинать с другого аромата. Ну, сейчас попробуем. Ну, кстати, очень вкусно. Такие сладковатые какие-то. Ну, не зря он розовенький. Вот примерно такой же, наверное, аромат. Очень приятный такой. Много какие-то цветочки. Что-то такое. Не знаю. Наверное, еще раскрывается. В общем, тоже поношу. Но аромат, кстати, прикольный. Вот все тестеры сейчас у меня очень классные. Год выпуска аромата 2017. Группа ароматов цветочный. Верхние ноты пергамот, цитрус. Ноты сердца, аморетто. Вишневый цвет, роза и ланг-иланг. Базовые ноты, амбра, бобы тонко, ваниль, замша. И вот этот байредо. Слушайте, обалденно. Байредо, они такие немножко необычные ароматы. Такие, ну, не то, что необычные. Такие вот, ну, либо вам понравятся, либо нет. Вот как-то так. Ну, это без пудровости такой, без аромат байредо, я имею в виду. Без пудровости, без всего. Какие-то листочки, ягодки. Какая-то немножко сладковатость. Очень приятно. Ну, вот здесь вот немного есть пудры в этом аромате. Вот, ну. В общем, поношу пробнички. Вот, потом посмотрим. Может быть, и приобрету. Ну, на ума же, да, они такие достаточно специфические. Мне кажется, до них надо дорасти. Я, наверное, нет. Наверное, еще не доросла. Но вот этот вкусный аромат. Вот этот прям приятный. Но самое главное, моя покупочка, это, конечно, вот этот. Он просто перебивает все. Действительно, очень вкусный. Он не приторно-сладкий, но при этом сладковатый. Он так раскрывается красиво. Очень красивый аромат. Так что да. Так что вот такой вот у меня получился заказ. Я безумно довольна. Такой подарок на 14 февраля. Конечно, заказала кучу тестеров. На самом деле, лучше ничего нового не пробовать. Потому что хочется, хочется все на свете приобрести. И я, на самом деле, вот по поводу того, что много ароматов или мало ароматов. Мне, как и всем, наверное, хочется найти какой-то свой аромат. Причем мне хочется найти такой необычный аромат. Я бы с удовольствием использовала, допустим, только 4 аромата. Там зимой, весной, осенью и летом. Но хочется найти какой-то вот прям вот свой. Вот прям свой-свой. Вот этот Хаяти, кстати, мне очень-очень понравился. И Киллиан Принцесс тоже мне очень нравится. В общем, ну я прям фанатею. Я на самом деле не парфюм Манят. Я просто нравятся ароматы, как, наверное, многим девочка. Так что все ссылочки вам оставлю внизу в инфобоксе. Кому интересно, переходите, смотрите. Но советую все-таки без затеста не приобретать ароматы. Тем более не бюджетные как-то ароматы. Так что на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.